Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Почему спустя время возникает как будто небольшая зависимость от англ общения, нового знакомства, ты ждёшь человека, хочешь обладать им почти каждую минуту, это при том, что у тебя куча других дел, но ты думаешь о нём. Он всё делает как должно быть, не обделяет вниманием, но из-за того, что расстояние и после работы, его частые звонки со своими родственниками и друзьями мужского пола, он меня как будто ставит на палку, я начинаю чувствовать холод или просто сама себя накручиваю, что мне делать, как успокоиться, заранее благодарю. А от чего то, что вы ждёте человека и хотите им обладаться почти каждую минуту, это одно, а то, что вы немножко успокоиться и то, что вы ждёте холод, это немножечко другое. Поэтому вот давайте мы с вами для начала хотя бы не будем как-то как-то смешивать всё в одну кучу и скажем, что если вы не можете успокоиться, то логично, что это порой, то, что вас что-то беспокоит, что именно нас беспокоит, можете ли вы его озвучить, то есть боитесь ли вы, не узнать, что человек от вас уйдёт, к примеру. То есть вы можете бояться того, что мужчина не будет с вами в отношениях, вы можете этого бояться, а может быть чего то ещё боитесь, но в любом случае вот хотелось чтобы как-то чтобы вы вот, ну для себя вот на эти вопросы постарались обратить внимание. вот, потому что вот, чего то вы боитесь, вот, ну а если вы чего то боитесь, то вам в этом видится угроза, вот, угрозу желательно исследовать, потому что причины угрозы могут быть разными и не всегда они, эти причины очевидны, так можно сказать. Вот поэтому давайте это переследуем. Что касается остального того, что вы описали, то лично я думаю, что всё дело в ваших потребностях, вот, которые у вас есть и которые вы почувствовали, что можете реализовать с мужчиной, вот, то есть вы почувствовали прямо, что вот мужчина может помочь вам реализовать то, что, ну, что-то вам хочется. только, пока что, на мой взгляд, вы не очень понимаете, что это за потребности, на мой взгляд, вы не очень пока отдаете себе отчёт, в том, чего вам хочется, вот, дефицит, чего у вас имеет место быть, а то, что у вас имеет место быть, дефицит, это факт, вот, потому что желание обладать человеком, там, забить нам все дела и так далее, это вот говорит о том, что, ну, то, чем вы понимаете, да, вся ваша жизнь нам не особенно интересны, вот, к сожалению, вот, и в общем-то это вот то, что, на мой взгляд, нужно корректировать, ну, то, чем вам нужна помощь, на мой взгляд, ну, вполне, вполне возможно, вполне можно это всё решить, да, и вполне можно вам совсем этим помочь, если вы хотите, конечно, вот, но в целом, я думаю, что вот это вот имеет место быть такой, на эти некое обесценивание, вармию себя, вот и невнимательность к себе, может быть даже, может быть даже самоотвержение, ну, то есть отражение себя самой, в чем-то, если вы вот так перекидываетесь на другого человека, ну вас никто не обвиняет, я вас не обвиняю точно ни в чем, просто говорю о том, что такие моменты могут быть, к сожалению, вот, и с этими моментами, как мне кажется, нужно работать, поэтому самый лучший способ решить ваши проблемы, это пойти на психотерапию, да, и во всем разобраться, к себе разобраться, в первую очередь, то, что вы выбрали общение онлайн, не кажется мне случайным, потому что вполне возможно, что сближаться вы тоже немного боитесь, немного боитесь, вот, поэтому с этими вещами также нужно разбираться, ну вы в онлайн общении можете идеализировать своего партнера, то есть приписывая, приписывать ему те качества, которых у него нет, да, то есть, ну, дорисовывая, дорисовывая, то, что вам хочется, к заготовке образа человека, вот это также определяется вашими потребностями и желаниями, которые в других случаях вы можете в себе подавлять. На этом все, я надеюсь, что вам это было полезно, интересно, обращайтесь за помощью, всего вам самого доброго, удачи!